Добрый вечер, друзья! Близится к концу наш сезон, чемпионаты уже давно закончились. Ну и как раз, чтобы подвести итоги, какие-то чемпионаты всего сезона, мы здесь собрались и каждую неделю уже записываем выпуски нашей передачи. Сегодня, к сожалению, отсутствует Михаил Меркулов, уехал на сборы, так что мы в таком вот обескровленном, но все еще боеспособном составе все-таки проведем для вас очередной выпуск. В студии Дмитрий Ершов, Максим Киселев и специально, чтобы осветить все перипетии дивизиона 2Б, мы позвали в нашу студию гуру и главного ведущего эксперта по 2Б дивизиону Николая Ворова. Добрый вечер, друзья! Привет, Коль! Всем привет! Спасибо, что пригласили снова. Коль, ну с какими эмоциями ты встречаешь концовку чемпионата, концовку сезона? Ну, эмоции в принципе такие двоякие, потому что с одной стороны, конечно, жалко, что все заканчивается, что сезон подошел к концу, а с другой стороны, все равно как бы эта концовка нужна, чтобы команда немножко отдохнула, чтобы успели соскучиться в какой-то мере по футболу и опять в ожидании такой подойти к новому сезону. Поэтому эмоции, как для своей команды хорошие эмоции, как бы мы выполнили цель, как бы поэтому я, в принципе, доволен. Ну а для тебя, как для журналиста, все-таки для эксперта 2Б дивизиона, все-таки, наверное, сезон был длинный, сложный, что запомнилось, наверное, больше всего и ждешь ли ты сам действительно вот этой паузы, этого отдыха? Да, не спорю, сезон был достаточно длинный, буквально только вот уже в летние месяцы мы его закончили. Паузу, да, тоже ожидаю. Поэтому как бы запоминающиеся, ну я скажу, чтобы были немножко, ну для меня лично такие результаты удивительные, потому что ну в тройке лидеров как бы оказались одни команды. Перед стартом сезона, когда только мы начинали все это собирать, я в фаворитах для себя лично отметил, что это будут другие команды. Ну, тем не менее, мы имеем то, что имеем, как команды распределились. Коля, расскажи, пожалуйста, какие ты три команды видел в топ-3 дивизиона, очень интересно. Ну вот сперва, когда пошли первые туры, там команда давалась некоторой пару недель на то, чтобы они могли перенести свои матчи у нас, поэтому были сначала рваные, неровные туры, то есть там буквально несколько коллективов, которые от начала до конца, в том числе вот атлетика без переносов, шла как бы, уверен, как бы от тура к туру, не желая ничего переносить. В тройке была атлетика, да? Нет, атлетика была не в тройке, как бы. Не было, на славу. Я плавно подвожу к тому, что у нас были несколько вакансий свободных дивизионов, которые тоже оставляли некую интригу, что все-таки кто займет эти места, вот, и буквально там, наверное, к четвертому, третьему туру у нас присоединился Барс, который изначально, как бы, я, ну, невозможно было сказать, что он будет в тройке, но когда он появился, естественно, как бы, уже несколько раскладов начинал меняться. Я точно был уверен, что «Феникс-99» будет в тройке, потому что команда, ну, во-первых, большинством составов, которые они сейчас имеют, они выиграли в прошлом году чемпионат. Ну, конечно, какие-то ребята у них новые добавились, и поэтому второй проект Сергея Стеблецова, но он немножко оказался менее удачным. По итогам сезона мы видим, что клуб не попал даже, ну, в тройку, закончил пятыми, то есть они даже не попали, там, в зону стыковых матчей. И основную борьбу, я думаю, что как раз путевку за стыки будут разыгрывать Заречья и Ватурина. Вот, Атлетика, в принципе, несмотря на то, что Максим здесь, как бы, ну, казалось, что это крепкий такой середняк, который, конечно, будет вести борьбу до последнего, но, опять же, по ходу сезона уже свои расклады, там, проигранная борьба с основным конкурентом, конечно, немножко отодвинул Атлетику. А так в середине мы были, на одиннадцатом, да? На десятом? Нет, ну, разумеется, это было. С твоей визуальной, ну, виртуальной. Нет, визуальной картинке вы были выше, там, точно в первой десятке, и в целом, вот если такой подвести итог, я могу сказать, что чемпионат прошел достаточно ровно, то есть те команды, которые выступали в том сезоне во втором дивизионе, они, в принципе, заняли всю верхушку, там, ну, за исключением, там, пару коллективов, ну, от Можайского ждали чуть побольше, потому что все-таки очень много выходцев было с третьего дивизиона, и они могли подтянуться, но проблема внутри коллектива, когда они, там, приезжали в меньшинстве, либо, там, у них состав был вот ровно на поле и не было замен, это, конечно, вносило некоторые коррективы, и команде приходилось тяжко. Ну, и в целом, может быть, Эльтерон, который тоже имеет богатый опыт второго дивизиона, у них, они по ходу прошлого сезона зашли в второй дивизион, шли, там, балансированные на грани стыковых матчей только в низине, и в целом, если бы они провели трансовую политику, которая была в конце сейчас дивизиона, в начале бы сделали, то клуб, несомненно, был бы выше. А так, они, вот, подобрали им состав, но к тому моменту, когда им приходилось уже играть со всей лидирующей группой, Импульс, Барс, Батутина, Заречья, ну, соответственно, там, клуб уже не мог набирать очки, они, конечно, уступают в классе. Ты имеешь в виду, вот, усиление у Эльтерона, в конце произошло, там, два темнокожих футболиста, да, появились, которые... Да, плюс у них появился молодой нападающий, тоже, за счет, вот, трех игроков, они очень здорово прибавили, У них появились динамические и скоростные атаки, в борьбе они, в принципе, не уступали, Но, когда уже пропускали большое количество мячей, они, конечно, немножко бросали играть. А с приходом усиления, как бы, у них атаки разнообразились, игра тоже разнообразилась, и появились результаты, самое главное. Что можешь сказать про свою команду? На какой позиции ты ее видел перед началом сезона? И сейчас доволен ли, да? С какими трудностями, может быть, основными, да, пришлось сталкиваться? Да, в целом, как я уже в начале передачи отметил, что, в принципе, наша цель поставлена, целью было закрепиться во втором дивизионе. Ну, пока мы не знаем, какие будут расклады в дальнейшем, будет ли третий дивизион существовать или нет. Но вот в данный момент цель была обозначена, она выполнена. Перед началом еще сезона Максим как раз брал у меня интервью, я рассказывал про эту ситуацию, то, что мы хотим закрепиться, нам это удалось. Ко второму дивизиону мы были не готовы на старт сезона, потому что еще в конце прошлого мы потеряли ряд ключевых игроков, очень много ребят выбыло с травмами. И в итоге нам приходилось, вот по ходу уже сезона, во-первых, знакомиться с коллективами, во-вторых, искать усиление, вложить опять игровые связи новые. И так получилось, что первый круг мы практически всем проигрывали. У нас был небоевой состав. Потом к нам пришли усиления, мы очень сильно укрепили защитные зоны, стали меньше пропускать мячей. Как если там двухзначные числа были на старте сезона, и уже во второй круг, как бы даже с тем же импульсом мы боролись, сбились. Но опять же, класс ребят намного выше, и их переграть не так просто. Ну, в итоге своим прямым конкурентом мы сыграли хорошо, мы обыграли там или не уступили практически всем командам. В итоге мы где-то зависли так между зоной вылета, который команде должны вылететь, и середняками. То есть шансов подняться выше, ниже уже не было, мы остались при своих очках. Коля, а вот скажи, пожалуйста, а селекционную работу ты проводишь в команде, и как таким образом удалось тебе привлечь вот этих игроков, которые важнейшие очки с, как ты говоришь, с конкурентами набрали, да? То есть как удается заманить? Все-таки у форума невысокая, 15-й в итоге, да, строчка? Да, 15-й. Ну, объективно говоря, невысокая позиция, но вот как тебе удается, если это ты или еще кто-то, может быть, да, у тебя есть? В штабе привлекать людей вот в команду, какие слова ты им говоришь, и вообще как это удается? Ну, в целом, да, в основном я занимаюсь трансформальной политикой, просматриваю ребят. Ну, есть, конечно, у нас все знакомые, которые приходили, кто-то тоже, друзья там подтягивают, какие-то команды, которые снялись. Ну, также, как, наверное, большинство бывает, я размещаю какую-нибудь информацию там по различным источникам интернетом. Вот мне ребята пишут, что хотели бы попробовать себя. Я говорю, у нас есть тренировочный процесс, ну, не такой тренировочный, скажем, больше товарищеский матч, чтобы поддерживать форму, соответственно, посмотреть ребят действия. Вот, когда уже приходят, приличные беседы, проводим эти беседы, вот, ссылаемся на какие-то условия, которые, и плюс, я вижу, допустим, что ребята, допустим, сильнее тех, кто у нас сейчас играет в составе, соответственно, ну, мы обговорим, что мы готовы заявить, как бы, если тебя тоже там все устраивает, как бы, пожалуйста, как бы, давай приходить, как бы. У нас все устроило, мы вроде сплочились с такой, ну, коллектив, довольно боевой, последним матчем даже бились с Фениксом Раменьки, со Спартой, и его чисто вот на таком моральном характере, действительно, объединилась команда, и мы сумели даже добить, добыть минимальные победы. Вот, кстати, для меня Спарта это такая некая команда Фантом, потому что, честно, за весь сезон, я не то, чтобы не видел ни одного матча, я даже, вот, ну, находясь практически все выходные, да, на Сетвене парке, даже где-то там на горизонте не видел красной этой формы. Коль, ну, что можешь сказать по этой команде? С Барсом мы только с тобой смотрели игру, потому что первый матч Касаткина за Барсом, мы наблюдали на Сетвене 4, а так, да, у них, потому что, наверное, может быть, из-за того, что они в 7 утра, в 8 утра играют в матч. Да, 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 они любят с утра пораньше поднять соперника, вот. По Спарте можно сказать так, что это достаточно интересная ситуация была внутри команды, потому что сезон начинали одни люди, потом как раз, когда решил заявиться Барс, и половина того коллектива, она решила перебраться именно в Барс. Спарта была вынуждена искать тоже новое усиление, пришел новый руководитель Сергей Митков, как мы знаем, и в итоге он привлек с собой тоже таких достаточно боевых, грамотных партнеров, и они стали делать результаты, и на самом деле были большие ожидания тоже от команды, что у нас сейчас пойдет вверх, там колоссальное число побед подряд, 6 или 7 матчей, они выиграли. Атлетику обыграли, Ватутина обыграли. Атлетику, Ватутин, да, мы с Максимом комментировали этот матч даже в прямом эфире, и там была достаточно, да, серьезная борьба, но в итоге Спарта выиграла тот же Барс в первом круге, по-моему, они обыграли с минимальным счетом 2-1, ну вот так, покусали команды. Но, к сожалению, как они вот ярко так зашли, так и во второй половине сезона, у них как-то состав перестал собираться, ездить, они большинство последних матчей стали доигрывать чисто вот так же, там, в меньшинстве где-то, где-то ровно 8 человек, и немножко силы потерялись. Ну, они понимали, что в этом сезоне они вряд ли куда-то поднимутся выше, соответственно, тоже какие-то задачи минимальные выполнены, можно играть, ну и, соответственно, может быть, что-то просматривать новых игроков, либо о чем-то думать в настоящий сезон. Тут получается, что Сережа Митков подтянул своих старых боевых футбольных товарищей, с которыми они выигрывали Первую Лигу Запада, это в команде Кристалла еще, да. Потом они также выигрывали с Кунцева Вторую Лигу, потом с Фильяминова они в них зашли, тоже все выиграли. То есть там 5 сезонов, из них 4 золота было и 1 серебро. Как-то он их умудрился затянуть, Рубцов, Скрипников, Баранов, Котов, да, вот эти все фамилии. Вот как-то он их затянул на концовку первого круга, и потом также они... Может, они поняли, что медали в этом году уже не предвидится, и ребята, может быть, охладел интерес, поэтому, как говорю, концовка доигрывала именно Спарта. Ну, интересно будет посмотреть, как команда будет выглядеть. Да, безусловно, с чистого листа, как говорится, с нуля, поэтому кто там появится или кто уйдет, и будет ли тот руководителем, может быть, еще какие-то изменения, надо посмотреть будет. Да, обязательно. Мы коснулись темы борьбы за выживание последних строчек. Как вот те команды, которые покидают 2Б дивизион, по делу или есть все-таки какая-то вот нотка, осадочек, так скажем? Ну, в целом, если брать вот длинную, большую дистанцию, вот на всем этом расстоянии от начала чемпионата до конца, и в принципе, да, по делу. Гренадин, который у нас занял последнее место, это была достаточно молодая команда, она первый год заявилась, пришла за опытом. Ребята говорят, что раньше в ЛФЛ особо не играли, были чисто вот со двора, объединились там знакомые, как бы решили побегать. Ну, много смотрели, КФЛ смотрели прошлогодний, и решили, что хотят попробовать свои силы. Но, к сожалению, как бы, может быть, опыта не хватило ребятам, плюс по ходу сезона у них там немножко произошел раскол внутри коллектива, часть игроков перебралась в Вильфранш, и они уже... И утопили его. Ну, да, как бы, и, соответственно, они не могли дотянуться, то есть строчка справедливая. То же самое Вильфранш, который так же сумбурно заходил, потому что мы знаем, что это ребята были созданы на базе реформера. У них, соответственно, костяк какой-то сохранился, но нужно было, опять же, его наращивать, наращивать, наращивать. И этого не произошло. Они тянулись на своих силах сколько могли. Дальше также какие-то пошли, ну, там, банальные сборы. Тоже ребята там в меньшинстве бывали матчи проводили. И в итоге вот обновился коллектив, пришли новые молодые ребята. Но этого тоже, как бы, недостаточно для того, чтобы, там, навязать конкурентную борьбу. В итоге они заняли последнюю строчку. Фили, я думаю, они просто были изначально сезон, как и мы, не готовы выступать во втором дивизионе, потому что команда шла, там, в середняках третьей лиги. И им просто жеребен, когда подтянули наверх, как бы, они, как рассказал Антон Карнахин, говорит, тоже у них пропали, забрали, там, центральный защитник, у них достаточно такой оплот был. Он очень хорошо выгрызал мячи. Было сложно пройти, потому что мы боролись, мы помним эти матчи. И очень сберной нападающий. Он такого таранового типа. Очень много клавок за сезон, как бы. Их тоже, по-моему, вышли на северо-запад или юго-запад. Ну, и в итоге они просто оказались неконкурентоспособными. Ну, бывает такое, да. К сожалению, довольно-таки часто сталкивается команда с тем, что просто забирает сильных или ведущих игроков. А что касается вот уровня дворового футбола, да, и ЛПЛ, все-таки, на мой взгляд, даже если взять второй дивизион, то просто команде со двора будет очень тяжело там вариться. Ну, с одной стороны, сейчас условия во дворе тоже сильно улучшили. Когда мы начинали в свое время, когда бегали на горюхи и прочее, сейчас уже поля все искусственные, то есть здесь и там. Какие-то аспекты, там, сможет, ребята во дворе даже прилично играют. Потому что на пиво играют. Ну, может быть, да. Может быть, на пиво. Но все-таки КБЛФЛ – это не просто умение и техника играть и показывать игру. Нужна, во-первых, еще и дисциплина, и командный характер. Ну, все-таки это турнир, где нужно бороться, показывать какую-то командную игру, а не как-то вышел там пока светло. Вгоняешь мяч, там, пиво выиграл, пошел пить. Пошел готовиться к следующему. Стимул хороший, да. Коль, ну вот по поводу, возвращаясь к Вильфраншу, да, команда все-таки вылетела с 35 очками, да, еще сняли 3 очка за неявку, да, 38 очков. То есть, в принципе, Вильфранш, ты мог быть и даже выше форума, да, форум 37. Да, да, мы боролись с ними до конца, причем прикидывали шансы, что нам нужно будет обыграть тогда Феникс 99 в последнем туре, чтобы их обойти. Но, к сожалению, случилось так, что ребята не собрались, там отдельная история. И команда просто не доиграла в последнем матче. Если бы они так же продолжили в полном составе, они это зашли достаточно неплохо. Вот у них там из, наверное, 8 поединков, которые они провели, буквально там всего лишь несколько поражений, 2 или 3 остальные там боролись, как бы. Они обыграли тоже Феникс Ранки, который идет там в верхней десятке. Они там обыграли, я уж не помню, как еще, то ли Рубикон. Ну, в общем, такие сильные клубы. И не уступили тем, кто рядом с ними был, ни Филям, ни Альтерону. Молодые, бегущие, да, с приличным, как бы, отдельные игроки, у них хорошие удары поставленные. Атлетики по девяткам забивали. Бог себе не даст соврать. Да, мы с трудом, да, 4-3 обыграли в первом круге. Но это я к тому все подводил, что Армада, в принципе, если бы неволе случая, могла оказаться в зоне вылета. Вот по этой команде что-то можешь сказать? Которая в итоге сохранилась на 17-й строчке последней выживающей. Да, Армаде действительно повезло, как бы. Спасение утопающих делала. Фортуна. И всегда делаю рук самих утопающих. Фортуна пойму с ним лицом. Армада тоже, как мы видели, по ходу сезона, это крепкий коллектив. Они борются все 60 минут, они не уступают на поле. Но какие-то, может быть, такие завершающие действия у них чуть похуже отлажены. Они, бывает, спешат, стараются дальними ударами поразить ворота соперника. В те моменты, когда можно, наверное, сыграть как-то более аккуратно, понадежнее. То есть довести атаки до логического конца. Ну, тем не менее, я думаю, что все коллективы, которые поиграли, им было достаточно тяжело с Армадой. Каких-то особо крупных щитов, разгромов не было. И действительно, там, ну, где-то везло, где-то не везло. Ну, коллектив тоже, наверное, еще молодой достаточно. Они буквально существуют там несколько лет. Им нужно немножко кем-то усилиться, где-то там еще сыграться, пристреляться. Но штрихи видны, да? То есть хорошо, что они сохранились. Да, да. У них очень хорошая оборонка бы, но пока в созидании у них получается похуже. И вот добавить еще в этом компоненте, я думаю, что так же за середину или хотя бы внизу не будет такой легкой борьбы. То есть будет достаточно тяжело. Как ты был в этом сезоне, так может и продолжиться в следующем. Посмотрим, посмотрим. Будет очень интересно. Ну, а что касается, так скажем, группе команд, которая идет под лидирующей пятеркой. Это те коллективы, которые в следующем сезоне будут бороться за выход в первый дивизион? Или все-таки это такие вот середнячки, которые могут и остаться середнячками? Я думаю, что эти команды, ну, во-первых, мы пока еще не знаем, кто опустится к нам в дивизион, какие коллективы. Кто потянется там с третьей лиги, насколько эти команды, ну, скажем, сильнее этих середняков, которые играют у нас. В принципе, есть команды, которые, ну, я думаю, что они чувствуют свой уровень, им комфортно здесь играть. Искра, Скиф, я думаю, это те коллективы, которые, ну, особо пока не готовы подняться выше. Ну, и они по своему классу не проседают. То есть они уже несколько лет находятся именно в десятке или там где-то балансируют. Ну, в середине таблицы это точно. Они не дают никаких шансов на то, что клуб может куда-то вылететь. Но подняться тоже им пока не получается. Очень крепкая команда, на мой взгляд, так как играли против Рубикона еще и в третьей лиге. Очень крепкий соперник. Единственное, что вот как-то вот матч от матча, наверное, все-таки разные результаты. И разный уровень борьбы, да, если команда собирается, как-то настраивается. Ну, вот очень сложно обыграть. Да, да, здесь не предугадать, с чем связаны какие-то поражения. Потому что бывали матчи у нас так же непредсказуемые. Когда смотришь вроде фавориты на лесках одни, а по делу получаются другие. Тот же самый вот и молодой коллектив Владимира Лизнова. Феникс Раменки, который достаточно техничные ребята, скоростные ребята. Но вот у них случилось несколько поединков, которые, они оказались как-то, я не знаю даже что. Ну, наверное, просто банальная потеря концентрации. Они мудрились проиграть таким командам, которые, в принципе, должны там на одной ноге обыгрывать. В том числе, как бы, с нами поединок. Они дважды вели в счете и в итоге не удержали этот счет, как бы, и минимально проиграли. Хотя и в первом тайме, в первом круге они с нами очень так плотно боролись. Я просто, как знаю команду, очень настраивал своих ребят. Говорю, что надо выдержать тактику. Говорю, кто у них звезды. Все держать как бы. Но там тоже фортуна улыбнулась Фениксу. У нас ошибся ротарь на выходе. И там красивым ударом Евгений Полтавский через себя поразил ворота. Буквально там за какие-то две минуты до конца. Ну вот люди через себя Феникс Раменки забивают вообще, да? То есть мастеровитые ребята. Мы с Владимиром Борисовичем говорили, что многие из них вообще спортшколы закончили. На твой взгляд Феникс Раменки способен побороться в следующем сезоне за выход в первую лигу. А такая задача ставится Владимиром Лизновым. Ну вот на текущий момент то, что у нас, как мы понимаем, остается в дивизионе. Я думаю, что да. Феникс непременно будет бороться за пятерку. Потому что пока неизвестно, кто там с первой лиги именно к нам попадет. Кто попадет в соседний дивизион. И соответственно какие-то, если новые команды будут или не будут. На текущий момент, я думаю, что в пятерку они должны бороться. И это в принципе была, наверное, задача и в этом году. Но опять же, как сам Владимир Лизнов рассказывал, что по ходу сезона заявился Барс. Говорит, уже планка немножко прочнилась. Потому что тяжело все-таки играть. Говорит, импульс, который, ну естественно, непобедимый. И там одна позиция уже точно отваливается. С остальными командами, да, они могут бороться. Они показывают хороший футбол. И это команда на ходу. Вот, кстати, про импульс. Понятное дело, что вне конкуренции. Но на твоей вот памяти, может быть сейчас так быстро вспомнишь, кто был ближе всего к тому, чтобы отобрать очки. Ватутина и Феникс, 99-й. Вот они проиграли минимально, по 4-3 оба матча. И Ватутин даже, наверное, там до последней минуты держал ничейный результат. Но потом упустили Лямцева, и он все-таки забил. В конце 4-3 выиграли. Опять же, во втором круге хорошие шансы были у Заречья. Они шли впереди. Там, по-моему, ввели 2-1. Даже могли забивать третий мяч. Но подвела немножко реализация. И, наверное, держался счет. Под конец тайма они пропустили гол. До конца матча осталось буквально то, что какие-то считанные минуты, 2-3, не помню уже. И они мудряются опять 2 мяча пропустить. 4-2 они проиграли. А мне, кстати, еще запомнился зимний матч Заречья. Ой, зимний матч импульса, прошу прощения, против Барса. Где там Деев просочился по бровке. Вот просто как на коньках проехал со своей половины поля. И в ближний угол, по-моему, забил гол. Повели плюс 1. По-моему, 3-2 был счет. Потом Барс просто такую осаду ворот устроил. Там били по штангам, там люди не попадали с 2 метров. То есть там, ну, явно отскок такой был. Но 3-2 в итоге все-таки импульс опять же победил. И, ну, вот, наверное, все-таки, мне кажется, это какой-то показатель класса. Вот эта вот фартовость импульса. Даже вот в таких вот моментах, где на тонкой, в таких матчах, да, все равно они вытягивали победу. И выиграли все просто. Все матчи, как и хотел их руководитель Александр Коль. Да, возможно. Даже сейчас, как бы это, как мы знаем, анекдот по бразильской системе. Вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим. Это вот наглядный пример. Они действительно забивали очень много. Давали сопернику забить. Но, тем не менее, никто не смог их побороть. Они забрали все, что только можно было. Да, вот такая вот победная химия. Просто, что дожимали в любом случае. Либо дожимали, либо удерживали. Но, на мой взгляд, это просто показатель такого высочайшего профессионализма. Ну, и мы, как мы знаем, там профессионалы, это, собственно, и играют. Но, может быть, это все-таки, да, и показатель уровня команды. И что она немножко не в своей лиге. Просто она просто находилась весь этот сезон. Но, если даже посмотреть в таблицу бомбардиров, 150 мячей за сезон. Сумасшедший цифр. Это у одного только Минича, да? Это у Минича. Да, у Вадима Минича 150 и 114 у Евгения Лянцева. Слабо? Ну, это... Ну, я думаю, если Кутузова из премьер-лиги туда или Зинченко из первой лиги, или Ульяненкова поставить, то будет не слабо. Ну, да, да, возможно, вполне вероятно. Тем более, если еще и вместе с командой своих отправить туда. Да, уж тем более, да, если еще и это партнеры будут этому благоволить. Ну, по крайней мере, отличная интрига, отвлекаясь немножко от дивизиона 2Б, импульс в первом дивизионе. Поскольку... А будет ли импульс в первом дивизионе? Вот это еще, да, это еще дополнительная интрига, потому что Александр Кодин такой человек, который любит всегда выигрывать. Матч состоялся импульса с веером в кубке, с веером, тот, который в первой лиге, да, Станислав Сущевич и Артем Белов, да, и Женя Елисеев. Мы прекрасно этих ребят еще с матвейских времен знаем. Так вот, в кубке встретились с импульсом футболисты веера, основное время 5-5 закончилось матча, и после матча в пенальти веер победил импульс. Вот такой вот звоночек прозвенел для импульса в преддверии первой дивизиона. Я, конечно, очень надеюсь, что импульс будет в первом дивизионе играть, поскольку вот интересно их будет в этих реалиях проверить. Ну, они там уже выступали, причем они же боролись даже, по-моему, за выход в вышку и финишировали там, по-моему, шестыми. Шестыми, потому что первый круг шли в двойке. Да, да, когда состав-то у них растащили немножечко. Да. Вот, но тем не менее, да, на мой взгляд, импульс все-таки надо идти, несмотря на то, что они поставили здесь рекорд, то есть даже это, ну не то, что рекорд, как бы, было понятно, что они обыграют там всех или почти всех, как бы, и вот этот азарт, который, а смогут ли без поражения пройти, он сохранялся в себе. Здесь чемпионат, поэтому эта планка достигнута, там, если они там выйдут в первом дивизионе и проиграют, как бы, никто не упрекнешь, что, там, здесь импульс там всех на одной ноге делает, а здесь он терпит поражение. Нет, просто действительно команде нужно поиграть там, им нужно там поиграть. Но только если Александр Кодин не заявит весь ФК Калуга и Динамо Брянск в свою команду, то тогда... А пусть заявляют, пусть заявляют. Ну и, кстати, и то же, вот сейчас, если Первая Лига будет смотреть наши передачи, я думаю, она тоже будет смотреть. Я думаю, что есть команды, которые бы из Динамо Брянска и с Калугой бы закусились в рамках первой дивизиона. Конечно, конечно. Лидирующие команды, я думаю, что могли бы. Ну, это просто вот, вот это будет интересно, конечно, посмотреть. Вот просим Александра Кодина согласиться и перейти в первую дивизион, если он смотрит. Да, но если смотреть дальше, список бомбардиров, да, все-таки у нас импульс немножко за скобками, он всегда остается, то гонку бомбардиров можно сказать, что выиграл Евгений Полтавский из Феникса Раменки. 53 мяча и вот как раз на один ровно гол он опередился в окон ближайшего преследователя Сергея Карпова из Искры. Тот самый, наверное, который он через себя забил, да? На самом деле, как бы Евгений тоже по ход сезона он получал травмы, если бы он был в обойме весь сезон, я думаю, что он мог забить побольше. Это хороший форвард, скоростной, техничный, даже против вот с Искры как раз, когда они играли, и Карпов и Полтавский были на поле, Феникс играл в меньшинстве и удивительно, они в меньшинстве даже обыгрывали Искру, но когда их уравняют шансы на поле, стало по 8 игроков, почему-то, как бы, Феникс, наоборот, просел немножко, тем самым, как бы, даже мог потерпеть поражение, но в итоге они поделили паритет, 4-4 разошлись, и Карпов и Полтавский позабивали мячей, и, ну, вот, Евгений забил больше в походе сезона. А вот интересный момент, кстати, Феникс Раменков в последнем матче с Атлетикой в меньшинстве, там счет был в пользу Атлетики, сначала он развивался в пользу Атлетики, там было 6-5-4 и 6-5, так вот, у Феникса до этого был удален игрок, и они в меньшинстве сравняли, а после того, как даже не уравнялись составы, а у нас удалили игрока, и Атлетика была в меньшинстве, они пропустили дважды, и Атлетика выиграла 8-6, то есть Феникс у Раменки не на руку идет, численное превосходство, им лучше в меньшинстве играть. Ну, это не только Феникс, такой психологический фактор, но он действительно присутствует, да, вот, не всегда удаление у соперника может действительно сыграть, даже удаление, да, казалось бы, может сыграть тебе на руку, иногда совершенно обратные какие-то вот истории случаются, и не только у нас здесь в любительском футболе, и в большом футболе, таких примеров тоже колоссальная куча. Расслабить, то есть расхолодить, да, что, ну, мы в большинстве сейчас все будет. Теряешь позицию, начинаешь, все хотят забить, побежали и защитники, а в итоге свободные зоны, и, пожалуйста, оттуда приведи сверху деваться. Да, и как раз вот почему-то так случается, да, но если в таком моменте, да, случится контратака, то ее обязательно забьют. Вот. Не пробьет мимо, не попадет вратаря, ее обязательно контратака закончится голевым ударом. Ну, такая вот магия футбольная. Да, ничего не скажешь. Что касается травм, обращал внимание, что, во всяком существо касается вышки, очень много травмированных игроков под конец сезона, мы это отмечаем постоянно, связаны большие проблемы в западных клубах, в Еврокубках. Как дела по Савериям в 2Б-дивизионе, много ли было травм? Ну, скажем, хватало, но не так, чтобы по этой причине там команды где-то не собирались и прочее. То есть они, если были, ну, почему-то больше преследовали какие-то определенные команды. Как говорил Владимир Лизнов, как бы, у них очень это фатально отразилось. Мы, слава богу, прошли без травм, как бы, ну, каких-то таких серьезных. Конечно, там повреждения есть в борьбе, как бы, но не такие, чтобы там люди выбывали у нас на полгода и больше, когда современные проблемы, кресты, как бы, с вязками низкие люди выскакивают. Вот. А в целом, в целом, нет, я думаю, что особых таких, ну, травм не было. Опять же, Феникс 99 отмечал, вот, Сергей Стеблецов говорит, что у них много травмированных. Хотя, вроде, ну, по составу, как бы, у них достаточной глубины и всегда люди присутствуют. То есть они единственный матч, наверное, когда приехали всемиром на Рубикон и проиграли. Да, а в целом, как бы, у них всегда была скамейка, которая позволяет им проводить нормальную ротацию и добиваться результата. Да. Причем даже удивительно, что этой скамейки было больше, вот, в игре, допустим, со Спартой. Но, тем не менее, я считаю, что именно этот матч для них стал роковым. Когда на финише они оступились, и там, имея там людей в два раза больше, они сыграли 3-3. И в итоге этих двух очков им сейчас не хватает, чтобы обойти то же самое Ватутина и быть четвертыми. Ну, так действительно, это, знаешь, как Андрей Кименко, очень любит фразу «Очки считает по весне». Вот и действительно весной, когда считаешь, очень часто не досчитываешься где-то там очков, потерянных в первых, во-вторых, в третьих турах. Ну, вот мне, насколько известно, еще у «Искры» есть лидер, ветеран, легендой бы, я бы уже сказал, заданного футбола. Это Евгений Недзельский. Да. Он тоже длительное время был травмирован, на многих матчах его просто не было. А так-то это вообще человек гол, то есть человек, который не стареет, и всегда, когда он есть, я все время, когда вот с «Искрой» в «Атлетико» приезжает играть, я в первую очередь там выглядываю, смотрю, нет ли там короткостриженного Жени Недзельского, потому что всегда вот против «Искры» тяжело складывались всегда матчи, Недзельский забивал всегда нам, вот, и часто его не было. Да, хороший форвард, как бы он умеет поставить грамотно корпус, обыграться с партнерами, через него, ну, многие атаки шли, он такого столба, и плюс сам тоже хорошо разворачивался, забивал, но действительно, в этом сезоне он провел, ну, не очень много матчей, там, наверное, половину, в лучшем случае, вот, а по весне-то его мы особо не замечали на поле. Да, вот, мне кажется, «Искре» не хватало этого лидера, плюс тот опыт, который у него имеется, да, и в том числе и в первой лиге, когда «Искра» играла и кусала там прилично. Да, поэтому я отметил, говорил, что «Искра», в принципе, сейчас играет на своем комфортном уровне, они не готовы были подняться, с учетом, тем более, вот таких проблем, то, что состав неоптимальный, поэтому я думаю, что вот группа серединков у нас, которые ниже, они нормально отыграли свой сезон, как бы, они, ну, как бы, не ударили там грязь лицом, они обошли всех тех выходцев, которые были с третьего дивизиона, а там тоже вот команды, я еще могу отметить, что «Рубикон» и «Партизан», которые пришли, и в итоге они вот там в середине таблицы закрепились. «Олимпик» хорошо начинал, как бы, но, к сожалению, по весне там возник тоже сложный состав, пошла большая ротация, потом приходилось балансировать между молодежью и опытными людьми, за счет этого «Олимпик» начал сдавать позиции. Плюс календарь там был зубодробительный в концовке каждого круга, там все лидеры просто подряд шли. Да, и как раз на этих лидеров у них состав где-то, ну, был не такой оптимальный, которыми там крушили команды, которые шли там в той же серединке или внизу. Вот такое интересное наблюдение, кстати, да? Очень интересно, как руководство команды будет теперь вот относиться к таким явкам. Ну что, на лидеров никто не приезжает из основных футболистов, да? Ну, там различные факторы сыграли, они, в принципе, старались подобрать, у них хорошая, бомбардир, Егор Курманов тоже в топ-5 вошел. Ну, естественно, когда его нет на поле, «Олимпик» немного тяжелее становится, потому что он, ну, главная ударная сила у них. Вот, а когда есть на поле на него, естественно, его тоже знают, как бы на него, его стараются выключить из игры. Ну, я думаю, что все равно, как бы эти ребята подтянулись по ходу, по-моему, текущего даже сезона, и им нужно какое-то время, чтобы все-таки обыграться и где-то усилиться, может быть, еще. И тогда «Олимпик» сможет как минимум закрепить свой успех и также побороться вот, ну, хотя бы за верхнюю десятку, если не пятерку, хотя бы за десятку. У них есть для этого и силы, и техника, и это все на уровне. И мне кажется, еще было бы неплохо «Олимпику» усилиться спартаковскими футболистами. Сейчас уже не скрывает Андрей Чеботарев и Василий Тищенко, ну, а сейчас, что скрывать, уже прошло несколько лет, то, что Максименко, Ломовицкий, по-моему, «Рассказов» играли за «Олимпик». Систематически проезжали, там, по-моему, и в третьей лиге, и во второй. Вот сейчас бы усилиться вот этим, хотя бы троих. Максименко, Ломовицкий, «Рассказов» и я думаю, «Олимпик» поборолся бы. Ну, конечно, с профессионалами играть попроще, когда они в твоей команде. Спартак пробил контракт с Ещенко, так что, в принципе, у «Рассказов» может еще появиться шанс, так скажем, здесь сыграть. Хотя, наверное, вряд ли. Ну, конечно, вряд ли, да, это так все иронии ради. Но сам тот факт, что Андрей Чепутарев имеет такие контакты, такие варианты. Привлекать таких футболистов на Сетунь-парк, да, понятно, что где-то там, может быть, и контракты не разрешают. Ну, просто сам этот момент, как бы, говорит о том, что люди, насколько серьезный человек, да, относится к турниру. Да, конечно. Андрей Чепутарев, давно, тем более в ЛФЛ, там чуть ли не с самого рождения. Поэтому я думаю, что он как член семьи здесь. Что же, господа, мы, наверное, обсудили все или что-то еще забыли? Я думаю, что стоит как минимум поздравить тройку наших призеров, которые все-таки получат свои медали. Уже, скажем, не сейчас в конце чемпионата, но в конце лета, как это уже, наверное, традиционно становится. И импульс Барс Заречья получит свои золотые, бронзовые, серебряные медальки. Ну и, конечно, хочется поздравить Ватутина. То, что, может быть, тоже по воле случаи жребия, они избегаются таковых матчей. И также напрямую они получают свою путевку, которая дает им шанс подняться в первый дивизион. И вот интересно, все эти команды сейчас выступят в первом дивизионе. То есть, какие усиления будут и будут ли у кого, допустим, боевой состав, чтобы достаточно закрепиться там. Но, опять же, все зависит от задач, какие будут поставлены. На самом деле, действительно, очень интересно посмотреть, потому что многие коллективы долго шли к этому, именно к выходу в первую дивизиону. Ну, много варились в третьих лигах, во-вторых. И вот так вот сейчас получили эту возможность попробовать свои силы. Ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что это будет очень интересно. По всей видимости, вот воле судьбы, в связи с тем, что некоторые коллективы в первом дивизионе снимаются, отказываются от участия, насколько я знаю, что то Феникс 99 тоже может попасть напрямую без стыков в первую лигу. То есть, это уже, так сказать, не по регламенту, но ввиду тех обстоятельств, что первую лигу нужно заполнять. Феникс 99, по всей видимости, попадает в первый дивизион. Если это случается, то мы, конечно, тоже поздравляем Сергея Стеблецова с таким успехом. Пусть это, на самом деле, твое самое главное ожидание, да, не сбылось. Коль, ты говорил, да, что Феникс 99 ожидал в тройке. Да. И у Сергея Стеблецова получилось с Фениксом 9 в первой лиге. Но, во всей видимости, получается и с Фениксом 99. И раз уж если так выйдет, то мы поздравляем тоже их с этим успехом. Да, но что будет в первом дивизионе? Два Феникса 99, товарищеские матчи. Нет, на Феникс 9 занял вторую строчку и попадает в западную премьер-лигу. То есть, здесь команды не переслутся. Тогда можно дважды поздравить руководителя обоих клубов. Что ж, ну мы обсудили все перипетии дивизиона 2Б. Коль, благодаря тебе в первую очередь, как эксперту этого дивизиона затронули, наверное, каждую команду, да, мы обсудили. Большое спасибо всем участникам за этот такой бурный и интересный сезон. Мы с нетерпением ожидаем, отдыхаем пока, да, месяц, ну с небольшим. И с нетерпением ожидаем возобновления соревнований в нашем дивизионе 2Б. Что ж, еще раз, Коль, большое спасибо, что нашел время приехать. Ну а мы в нашей передаче также сегодня осветим дивизион 2А. Да, спасибо за приглашение. Я думаю, вам было интересно. Я думаю, что насколько интересен был вообще этот сезон и его освещенность, медийка. Я думаю, что команды могут смотреть видео и, если что, так же писать в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Может, какие-то идеи, предложения. Все по-разному. Почему нет? Все, всем спасибо за сезон. Что ж, мы продолжаем обзор вторых дивизионов. Сегодня у нас передача посвящена именно этой тематике. И у нас в гостях Владимир Алексеев, центральный защитник команды «Мистерия». Наверное, можно сказать, чемпиона дивизиона 2А, поскольку «Москвич» все выносим за скобки, за рамки. Этой темой мы тоже коснемся. Володь, спасибо большое, что нашел возможность прийти. Поздравляем тебя с де-юро серебряными медалями, а де-факто золотыми медалями чемпионата, с чемпионством. Расскажи, пожалуйста, какие эмоции в завершении сезона? Как вообще оцениваешь итоги? И ходили ли уже на шашлыки? Спасибо за поздравление. Сезон так оцениваем очень достойно, что я провели. Все старались, шли к этому. Хотел бы поблагодарить все коллективы, с которыми мы столкнулись, скажем так, в сопротивлении. Поблагодарить ребят, тренерский штаб, капитана команды, который все организовывал. Это очень такой тяжелый, скажем так, труд организационный, неблагодарный. Ну, что еще можно сказать? Шашлыков еще пока не было. Готовимся, собираемся, думаю, что может быть после награждения уже официально и сделаем какой-то выходной день для шашлыков, где все соберемся и поздравим друг друга. На сезон у вас действительно получился очень такой насыщенный, я бы сказал, даже где-то трудовой, потому что, на мой взгляд, команда прибавляла от тура к туру. И вот если брать начало сезона и завершение, то, скорее всего, это уже немножко две разных команды. Так ли или нет? Ну, думаю, что в целом начало как бы пошло, ну, скомканно немножко. Где-то выигрывали, где-то ничьи нас захлестнули, а в конце, скажем так, уже играли, старались на результат, потому что уже понимали, что цель как бы не за горами. И старались в каждой игре стараться, ну, выжить максимум, добиться результата. Может быть, да, и казалось немножко другой уже игра, поскольку давлел очень сильный результат на нас. Ну и команды, конечно, уже все по-другому настраивались, нежели чем в первых турах. Все давали бой без исключения, даже те, кто внизу шел, просто так не собирались отдавать очки нам. Успели ощутить на себе вот это такое, скажем, дыхание в затылок, когда постоянно вас кто-то преследует, вот одно там очко, одно поражение, и вы уже теряете позицию? Просто это было вот просто постоянная чехарда, то медик, то подиум, выссайд, постоянно нас пытался догнать флагман, то есть все шло очень прям вот в Радзоре, все шло прям на тоненьких постоянно. Кто-то терял очки, кто-то набирал, давление было очень, да, серьезно. Как справлялись? Старались как бы просто играть в свой футбол, как он там получался, где-то лучше, где-то хуже, но старались собирать оптимальные составы, чтобы сохранить интригу до самого конца. Володь, а какой вот свой футбол, какой он футбол мистерии чемпиона 2А? Тяжело сказать, наверное, это больше соперники должны оценивать. Ну, то, что нам как бы доводил тренерский штаб, старался что-то нам подсказывать во время игры, где-то погасить эмоции, где-то сыграть попроще. Ну, в целом, наверное, у нас такой, скажем, более контратакующий футбол. Мы много очень, ну, первые, скажем, пятерки отдавали, старались отдавать мяч и где-то ловить их на ошибках. Ну, думаю, так вот, такое более... Не часто встретишь команду, да, которая идет на первом месте и при этом играет в контратаке. Что-то из разряда Атлетика Мадрид. Возможно, да. Да, возможно. Ну, так вот старались, наверное, скорее всего, с первой пятеркой играть. Вот, где-то получалось, где-то нет. Вот, ну, конечно, с командами, которыми были пониже, старались и владеть мячом побольше. Ну, и судя по счетам, с тем же, там, условно говоря, Цементом, да, вот такие матчи давались вам тяжелее, нежели, чем матчи с лидерами. Ну, да, у нас были проблемы с атлетичными командами, такими как Цемент, Летуаль. Ребята все очень атлетичные и такой футбол навязывали постоянно в борьбе. Да, с такими командами было очень тяжело. Еще мы отмечали, да, уже неоднократно в передаче, что Мистерия – это, наверное, команда, которая во всех дивизионах, да, что в 2б, что в 2а, в плане игры, да, вот построение игры, игровой дисциплины, она выделяется. Как вы к этому пришли, да, я так понимаю, что это не все сразу так взялось? Нет, конечно, во-первых, через тренировки мы все шли, были приглашены, ну, в частности, там, в воротах Дмитрий Попов был приглашен из другой команды, усилили в воротарскую линию. Защитники появились еще из команды другой, там, Максим Бабухин приглашен. Так что кого-то опустили в роль защитника, кого-то подняли наоборот в полузащиту, кто помоложе. Ну, и за счет организации, наверное, полной игры, каждый страховал друг друга, подсказывал. Ну, скорее всего, думаю, что вот за счет этого мы создали такую более, ну, как сбалансированную защиту, нападение и полузащиту. Ну, как баланс создали в команде. Вот, кстати, о смене позиции мы перед, собственно, передачи обсуждали, да, как раз в чате, что приглашаем на передачу нападающего, который провел все матчи, кстати, все матчи, это... Ну, по-моему, не все, по-моему, не все, один, по-моему, я пропустил. Один. По-моему, один. Ну, это абсолютно практический результат. Лучше всех в команде. Ну, может быть. Я думаю, что даже лучше всех во многих командах, потому что, ну, один матч всего за сезон пропустить, это... По-моему, как раз в первом круге с Литуалью я и пропустил матчи, которые там у нас вообще был такой очень тяжелый сбор, там у нас вплоть даже второй вратарь играл в защите, то есть совсем было тяжело. Вот, да, и у нападающего провешу практически все матчи, ни одного забитого мяча. За два сезона. За два сезона, да. Мы задались вопросом, да. Вот, объясни, пожалуйста, да. Мы-то уже знаем, но интересует. Да, так получилось, что в свое время меня, когда пригласили в ЛФЛ, я пришел в команду Ника, вот, и пришел туда нападающим. И долгое время там играл нападающим. Ну, потом в силу возраста немножечко сменил амплуа, ушел в защиту играть. Это в Нике еще было? В Нике я играл на... Так как тоже был там, ну, один из руководителей играл на разных позициях. И защитник, и сезон целый в воротах простоял, там тоже были свои сложности. Вот, ну, это у всех коллективов, все через это практически проходят. Универсал настоящий. Ну, может быть. Так, как говорится, ну, там, кто-то, кто ответственный, всегда должен брать на себя ответственность, там, и занимать ту позицию, которая страдает. Больше всех, там, нет вратаря, значит, на ворот надо встать. Нет защитника, значит, защиту. Ну, и так вот и остался в нападении в графе. Забил за них, кто когда был нападающим? Да, конечно, забивал. Может быть, конечно, не там какой-то галлиардор был, как сейчас многие ребята там по 50-60 голов забивают. Хитрик был? Да, конечно, было и хитрике были. По 4 забивал, по 5. А, ну, все, ну, теперь мы спокойны. Думаю, что, в принципе, и сейчас могу выйти. Ну, конечно, хочется. Ну, нет. Ноги не несут. Ты центральный защитник играешь? Да. Не несут ноги вперед, как Глотер Маттамас? Иногда, да, иногда бывает, тренер останавливает. Хочется. Ну, когда уже результат видишь, то хочется, конечно, туда сбегать, что-нибудь забить. У вас получился самый, наверное, интересный сезон, да, не знаю, там, за историю команды или нет. Но, во всяком случае, вот верхушка 2А дивизиона, она постоянно менялась, постоянно какие-то смены, перемены. То Медик, да, здорово начал, ну, опять же, таки, да, потом миф, помню, да, в начале сезона лидировал. И потом совершенно никак тут один раз проиграли, да, и пошла какая-то непонятная серия. Кого вот ты выделил из первой пятерки, там, скажем, из команд первого эшелона? С кем было тяжелее, может быть, играть или кто больше понравился? Или с пятерки первого круга, может быть, как вариант тоже выбежал? Я могу выделить в первом круге миф, который нас обыграл в первом круге по всем статьям. Причем наш сильнейший состав, не знаю, что произошло, но на тот момент они нас просто прибили. По-другому не назвать. Мы даже не знали, ну, что случилось, то ли мы ноги не волокли, то ли миф так бежал. Это планшеты Андрея опустились. Да, да, реально они, вот этот коллектив, который у нас в первом круге, просто прибил наш сильнейший состав. Не знаю, что там, что произошло. Может быть, наш недонастрой, ну, не знаю. Ну, а так, все игры, ну, с Westside были все игры тяжелые. Ну, две игры были, и в первом круге у нас 2-2, и во втором, по-моему, 1-1. Все было так на тонких. Ну, Медик – это команда, которая уже давно играет в ЛФЛ. У них очень сильная организация. Игра в пас постоянно, стараются очень сильный контроль. В первом круге как-то мы как раз вот на контратаках отдали им полностью мяч, а и на контратаках забили им. Во втором круге тоже было. В первом тайме мы им забили, ну, в втором был очень тяжелый. Это второй тайм. С подиумом тут вообще как бы и на кубке с ними играли, проиграли им в финале, и во втором круге им проиграли опять. Ну, что, тяжелые матчи, тяжелые. Со всеми лидерами было тяжело. Просто не было ни с кем, скажем так. Говорю, у нас были игры, когда и ребята снизу обыгрывали верхушки. Так что, ну… Какая самая крутая победа в этом мистерии в этом сезоне? Ну, наверное… Какая самая запоминающаяся? Ну, даже не знаю. Там много было хороших побед, скажем так. И в первом круге было. Ну, тот же Медик был обыгран, скажем так. Тоже, кстати говоря, был обыгран не самым нашим сильным составом. Там по разным причинам не было основных игроков. А так, ну, наверное, было очень… Во втором круге мы боялись вот как раз флагмана. Но так получилось игра неожиданно, что обыграли их. Просто не знаю, то ли ребята, как я слышал там во многих турнирах играют. Очень… Очень легко она как-то далась. Не знаю почему. Хотя, я так понимаю, что и флагман сам настраивался на игру с нами. И… Ну, вот как-то нам она… Мне кажется, легко очень далась. То ли быстрые голы так подкосили их. Ну, а так все игры были хорошими. Какой-то прям вот отдельно я бы, наверное, не выделил. Ну, все были значимые, скажем так. Удивлил ли, может быть, тебя такой вот весенний рывок ритуален? Да, очень. Даже… И я не ожидал от команды? Нет, конечно. Я думаю, что если бы команда собиралась бы постоянно так с первого круга, ну, думаю, что она спокойна была бы в тройке. Очень. То есть вам бы конкуренцию точно составила? Однозначно. Ну, ладно, у нас два раза обыграла. Так что думаю, что спокойно. Не знаю, с чем у них связан первый круг. Может быть, на самом деле, как и у многих коллективов, плохие сборы. Не все лидеры всегда приезжают. Как-то скамейка короткая, потому что это тоже очень много зависит от этого. Да. Литуаль, наверное. MVP второго круга, скажем так. Ну, может быть, одну медальку отдадите. Литуале как раз. Как раз хотел спросить про замены. У вас в этом плане было все хорошо весь сезон или были матчи, на которые не удавалось собрать такой, скажем, боеспособный состав? Ну, с заменами всегда было вроде хорошо у нас. Вот, наверное, в первом круге я уже отмечал, что с Литуалью совсем у нас был плохой сбор. А в целом, не припомню даже, чтобы мы восьмером играли. То есть, такого не было. Все время две-три замены, что, я так думаю, что очень помогало, поскольку держали ритм свой игровой. Так что, это, наверное, тоже одна из основных. Ну, значит, у ребят глаза горели, хотели приезжать, хотели участвовать, потому что, ну, не секрет, что многие команды там не собираются, да, или еще из-за чего-то бывает такие спады. А если весь сезон пройти ровно, то вот, в общем-то, наверное, и результат, да? Да, полностью согласен, да. Замены очень много дают, особенно в тех играх, когда все идет на тоненьких, где 1-1, 2-2, и тут очень много свежесть влияет, потому что многие коллективы, которые, с которыми мы играли, не хватало именно замены скамеечки. Потому что люди приходили, сами виделись, и жара стояла, какая сильная, вот, и по такой даже в жаре, ну, играть восьмером, это, там, в обед, если кто-то играет, там, с утра, ну, очень тяжело. Плюс повезло нам, дошли до кубка, немножечко получили привилегии, играли в вечернее время, как для коллектива всем было удобнее собираться вечером, вот, назначали время. Это, наверное, еще какой-то дал, какой-то плюс нам дал. Ну, кстати, и подиум тоже пользовался такими привилегиями, так что, да, наверное, все-таки в этом смысл какой-то есть. Вот про цемент мы говорили, что команда очень такая сплоченная, цепкая, боевая, но при этом всего-навсего 13-я позиция. Неужто какое-то это по делу? Думаю, что нет. В первом круге они играли с нами, насколько я помню, минус один начинали, также, видимо, у них очень тяжело со сбором, ну, и, так я понимаю, у них очень зависит от лидера, который к ним приезжал, Лямин, если я не ошибаюсь. Леонид. Нападающий? Да, 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 очень они сильно от него зависят, скажем так, я так думаю. Поскольку он не на все игры ездил, как он приезжает, это боевой состав у них сразу дает бой любой команде. Очень интересная команда с очень интересным названием, есть в нашей лиге, нестандартная, наверняка. С нестандартным таким названием. Да, с нестандартным названием. Названием, матчи с ними всегда получаются очень эмоциональными, ты согласен? Да, полностью согласен. Ну, было такое и на кубке у нас немножечко, вот, ну, во втором круге как-то спокойно мы с ними сыграли. Ну, одно, может быть, из-за названия они такие, но, в целом, тоже, кстати, очень зависимый, видимо, коллектив от людей, которые не приезжают по каким-то, видимо, причинам, поскольку нестандарт, считаю тоже, мог бы спокойно там, ну, за шестерку цепляться, если бы они бы все игры выдавали, как на кубке, мы ели ноги от них унесли. Но, думаю, что спокойно в шестерке они могли быть. Ну, Александр Бабурин-то приезжает на матчи? Да, командует, видим, замечаем за ним, вот, ну, видимо, тоже не всегда может, ну, в целом, во втором круге, по-моему, его не было. Вот, ну, коллектив, видимо, тоже зависит от него. Чтобы подсказать, как тренер с бровочки, самому надо бы выходить, помочь коллективу, это очень нужно. Бабурин-то сам можно, да, действительно, очень неплохо на поле смотреться и поинтереснее будет. Да, да, он затерзал нас, говорю, в кубке, очень здорово, очень здорово. Так что надо ему возвращаться и помогать коллективу подниматься все выше и выше. Да, если бы еще не травмы, да, пожелаем, Саша, здоровья, чтобы окончательно поправился, то, что игрок, конечно, очень хороший, очень сильный и нестандарт попортит нервы, да, в следующем. Думаю, что обязательно, если будут собираться, обязательно. А может и зацепиться даже, да? Да, думаю, что вполне возможно. Если, все же зависит от сборов. Многие команды, как Ле Туаль, я так понимаю, нестандарты, у них все очень здесь сильно зависит от лидеров. Есть шанс еще в этом сезоне, там при определенных раскладах, команде Вестсайд зацепиться за первую лигу. Вот заняли они шестое, ну, если отбрасывать в Москве, что пятое место. Вот, 7 лет Роман Зверев ведет свою команду для выхода в первую лигу. И не видел ли ты вот это вот видео, что произошло в матче с Фиолоном? Да, конечно, видел. Это трагедия, считаю. Ну, не вселенского масштаба, но бывает такое. В нужный момент, так, кексанул мяч вратаря, бывает. Ну, что сказать, Роману хочется передать большой привет, поскольку тоже какое-то время с ними тренировались с его командой. Они, кстати, сейчас тренируются. Да, я проходил видео. Конкретно на сезоне парке. И Рома, кстати, в поле был замечен, тейпа наложил на... Может быть, стыком готовится? Да, возможно, возможно. Может быть, и такой расклад, но дай бог повезет, что и напрямую есть. Дай бог, чтобы коллектив очень крепкий, достоин, я считаю, что тоже выхода. Где-то, может быть, что-то у них не вышло. Ну, в целом, пожелаем Роману, чтобы его мечта сбылась наконец-то. И ему повезло, и они выйдут в первую лигу вместе с нами при каких-то там обстоятельствах. Хотели бы с ними побиться, да? Конечно, конечно. Всегда очень приятно с таким коллективом поиграть. Тем более, когда все игры держат все 60 минут в таком напряжении, что очень приятно. Кстати, вот защитник Афоня, которому Рома миллион раз говорил не давать назад, ушел в армию. То есть, в следующем сезоне Афоня назад уже не покатит. И шансы в эссайде повышаются на первый дивизион. Но шутки шутками, конечно, хотелось бы увидеть эту команду в первой лиге. Да, конечно. Вот это вот, конечно, всегда меня больше всего удивляло, что одна ошибка, да, она, наверное, получается, что это квинтенсенсия, что это конец совка сезона. Но все будут вспоминать именно эту ошибку, а не то, что там в первом круге, условно говоря, там из-за чего-нибудь другой ошибки, там команда не засчиталась там одного всего лишь на всего набранного балла, который бы... Паша Седов, да, этот ролик отснял и в том числе в первой лиге в чат закинул. То есть, там эта трагедия уже стала известной на весь Запад. Этот ролик все гоняют, обсуждают. Ну, конечно, можно посочувствовать, но будем надеяться, что звезды рягут и окажется в сайт уже в этом сезоне, в первой лиге. И если не в этом, то в следующем уж непременно хотелось бы это случиться. Думаю, что да. Фиолон Юнайтед вошел в наш дивизион, так немножко потревожил подвал таблицы. Какое впечатление оставила эта команда? Самая приятная, крепкая команда. Видно, что организованная, но что-то, видимо, не хватает сыгранности еще, чтобы быть наверху. Ну и плюс они зашли на самый низ подвала, потрепали нервы. Вместо стамеки, да? Да, по-моему, вместо стамеки зашли они, потрепали, по-моему, всем нервы сверху. Плотно играют везде, все. Парни молодые, все бегут. Так что думаю, что если останутся в следующем сезоне, то, думаю, только наверху они и будут. Насколько я понимаю, там команда собрана, костяк команды, это Энерго, ЭнергМ команда, да, называлась, которую руководил Дмитрий Гасилин, человек футбольный, да, человек, который имеет связи, и знает много футболистов. Я думаю, что Фиолон будет в следующем сезоне еще усиливаться. Ну и если останутся, конечно. Да, если останутся, то если этот проект такой длительный, то я думаю, что команда тоже будет очень-очень крепкая. Да, вот я еще хотел бы обратиться к списку бомбардиров. Понятное дело, что Эрик Корчагин будет на первой позиции. Да, здесь вряд ли кому-то удастся догнать его. Вторая позиция после Корчагина Дмитрия Маурина Олимпа. И третья позиция Богдан Петыш Редзори. Редзори очень интересная, на мой взгляд, в принципе, команда. И Петыш, да, ну, наверное, лидер этого коллектива, безусловно. Но вот в последнее время, как мне кажется, команда в целом в Редзори начала ассоциироваться именно с Петышем. Поправите меня или все так и есть? Ну, я так думаю, что да. Он вокруг себя, точнее, вокруг него создан коллектив, который старается играть на него, поскольку он забивает, он отдает, он обыгрывает. Думаю, что, скорее всего, да, это, скажем, команда вокруг него создана. Не хватает, может быть, им еще нескольких исполнителей, чтобы ему помочь. Потому что все-таки команда, где один исполнитель, ну, как правило, его закрывают и уже тяжело играть. А когда есть еще пару, кто может навязать борьбу не хуже, чем он, то сразу же эти коллективы, как правило, с этими коллективами, как правило, уже еще тяжелее играть. Мистерия знала, а Богдане закрывали? Да, в первом круге была именно цель закрыть Богдана и все. Что мы и сделали в первом круге. Этого оказалось достаточно. Да, считаю, что вполне было достаточно. Но не в стиле Уинни-Джонса там использовали напильники, спицы. Нет, конечно, именно в первом круге была цель закрыть его полностью, по-моему. Я не помню, забил он или нет. В первом круге точно была такая задача закрыть его, что мы и сделали вполне. Кстати, говоря, возвращаясь к вопросу, любительский или футбол у нас, да, Богдан Петыш игрок в недавнем прошлом Тульского Арсенала. Дубль. Дубль Тульского Арсенала, да, второй команды, ну, молодой, молодой, в молодые годы он там играл. И учитывая то, как сейчас взлетел Тульский Арсенал, я думаю, там сложно ребятам будет в основную команду пробиваться. Может быть, кого-то он еще оттуда подтянет. Может. Было бы интересно. Да, тогда, если таких будет 2-3 Богдана, это будет очень тяжело. И все в Редзоре. Да, да, да. Если они все в Редзоре придут, это будет очень тяжело. Вот, если посмотреть список бомбардиров, мы видим, что 4-5 позиция у игроков флагмана. Но что нас интересует, то нет никого из Мистериев. В первой десятке заглядывал вообще список бомбардиров? Да, конечно. При этом Мистерия, насколько мне известно, ну, после москвича, разумеется, забила больше всех. Да. Кто забивает? Кто эти люди? Где они? Ну, может быть, мы этим и взяли, что у нас нет ярко выделенного лидера в команде. И есть 5-6 человек, которые забили больше 20 мячей. То есть, от каждого надо задать угрозы. Никому не секрет, что у нас в команде есть два брата Ярковых, которые нам добавляют ритма. Парни молодые, по 17-18 лет, добавляют нам, скажем, скорости. Где-то разгоняют атаки, где-то бьют, забивают. Ну, вот так в целом, наверное, за счет того, что все могут забить, у нас и нет человека, который бы забил бы 40. А есть 5-6, которые забили по 25, по 20 мячей. Думаю, это бой ли, да, ну, больше дало баланса команде. Скажи, просто Гера, Герасим Яковлев забивает? Да, конечно. Я просто хотел ему отдельный привет через передачу передать, потому что он больше пяти лет в атлетике играл. Да, немножечко у него концовочка так смазана получилась, поскольку тоже там и травмы его мучили. Не всегда мог приехать из-за этого, где-то пропускал. Так в целом, да. Это один из тех, кто забил, там, по-моему, больше 20 мячей, 25 даже, по-моему. Герасим, кстати, досторожил ЛФЛ. Он, да, играл и на Каите, и еще в Матвеевские времена Горюхи была такая команда «Кунцевские медведи». Помнишь, Женя Фокин, которого еще Москва потом в вышке играла. Вот была команда «Кунцевские медведи», и Герасим был один из ее игроков, и оттуда уже еще, опять же, в Матвеевские времена пришел в атлетику. И поэтому ему отдельный респект и удача, конечно, в первой лиге. Герасим возвращается в первую лигу. А для «Мистерии» это, получается, будет дебют. Да, это будет первый заход в «Мистерии». Ну, надеемся, первый блинком он не выйдет. У нас вообще готовы. И как, наверное, все-таки уже, да, эмоции немножко улеглись. Вот сейчас уже так со свежей головой к первому дивизиону. Как готовитесь? Что вот, какие планы есть? Может быть, там, какой-то колоссальный тренерский, тренировочный процесс? Или, может быть, усиление какие-то? Что вот сейчас в головах? Ну, пока вообще никак. Все отдыхают. Вообще просто сейчас все отошли от футбола. Немножко вдохнуть, передохнуть. Кто-то свои какие-то дела сделает. Решено собраться где-то, может быть, недельки за две до чемпионата. И уже какой-то тренировочный процесс наладить, соответственно. По усилениям, скорее всего, они будут. Ну, скажем так, точно не будет приглашаться там прям специально люди под первую лигу. Кто-то там. Потому что мы не спонсорская никакая команда. Все за свои деньги играют. Никому ничего мы не платим тоже. Все как бы на дружбе, скажем так. И думаю, что это будет два, максимум три человека, которые приглашены. Опять же, кто-то своих друзей еще позовет. Также вот тренерский штаб их просмотрит на тренировки. Если ребята будут подходить под нашу концепцию, будет предложено им остаться в коллективе. И попробовать удачу в первой лиге. Но сами-то как свои шансы оценивать? Или какую задачу, может быть, минимальную будете ставить? Пока задач никаких нет. Ну, наверное, главное – это остаться там, задача. При первой встрече, я думаю, что мы обсудим и решим, какую поставить хотя бы задачу на сезон. Десятки или хотя бы остаться в первой лиге. Думаю, что так. Пока, говорю, полный отдых. Ну, в первой лиге 20 команд и в десятки – это серьезная задача для дебютного сезона. Я думаю, что это будет ближе к сезону ставиться задача. А следите вообще за первой лиге? То есть просматривали матчи, знаете ли, уровень команды, какие там играют? Да, на кубке играли с Константой. Выигрывали у них 2-0, проиграли 3-2. Ну, это стиль Констант, кстати. Да, вот. Приблизительно понимаем, знаем ультру, знаем веер. Ну, так, я думаю, что… Ну, опять же, сейчас очень много команд уйдет оттуда. И получается, что там останется из всех команд, наверное, 10. Плавим, да? Да. Адидас тот же играл в том году против нас. Приблизительно понимаем, во что они играют. Ну, в целом, сезон начнется. Посмотрим, как все будет складываться. Опять же, из 2А добавится команда. Батутина, я так думаю, что тоже зайдет, да? Из 2Б, да? Из 2Б, да, Батутина. Барзо. Барзо. Зайдет с Барсом играли на кубок. 2-2 сыграли. Это зимний кубок. На зимнем кубке, да. За речи не представилась встреча. Ну, так что посмотрим. Думаю, что все игры будут от ножа. Ну, и самое главное, вам, наверное, будет удобно играть в своей больше оборонительной манере, да? Посмотрим. Может быть, что-то изменим. Может, там слабаки выйдут и в мистерию просто катком пройдется. Без траток. Раз на раз не приходится. То есть, может быть, разные результаты, абсолютно. А что ж, Максим, у тебя остались еще какие-то вопросы, какие-то темы? В принципе, наверное, почти все команды мы коснулись. Вот, наверное, у Олимпы, да, можно отметить, что Дмитрий Маурин, да, команда не так высоко находится на 11 месте, а вот Дима 63 мяча наколотил. Почти даже Эрик Орчагин где-то немножко заволновался. Чуть-чуть не настиг. Ну, по Макарене, может быть, пару слов все-таки. Рома Довженко, да, наш товарищ, наш коллега. Веселая команда Макарена. Вот что, какое у тебя, вот какое мнение по Макарене, какие ощущения вызывает эта команда? По Макарене мы играли в том сезоне с ними, в том сезоне как-то состав у них был более боевитым. В этом сезоне не знаю, с чем связано, опять же, может быть, сборы, не сборы. В первом круге Рома стоял на воротах, значит, видимо, совсем было плохо с отбором. Хорошо, кстати, стоял? Стоял или играл? Наверное, скорее всего. Стоял, наверное. Вартари не любят, как стоять в воротах. Скорее всего, Рома стоял, да. Ну, так в целом, как-то вот говорили, что я так думаю, что у них все было от сбора очень много, потому что и во втором круге мы по каким-то причинам, я сейчас не помню, играли на вернадке с ними. Что-то было в связи здесь с переносами, туда на вернадку нас переводили, игра там с ними была тоже, они еле-еле состав набрали. Так что, ну, как и все коллективы, видимо, болеют синдрому неявки игроков, не сбора, да, не сбора, что, конечно, очень сказывается на коллективы. Хотя в концовке вот усилились, да, игроками Феникса, который снялся. Да, да, ну вот, да, они как раз и подъехали с опозданием на второй круг, ну, уже как бы игра была, скажем так, решена. Ну, уже было 8-0, да, подъехали, идет там 8-0. Ну, ну, если ребята останутся из Феникса, это только, я думаю, пойдет на пользу и ребятам, которые остались без команды, и той же Макарене. А против Тараса Тараса играл ты как капитан Макарене? Ну, да, конечно, играли, ну, что ж, Тараса, ему надо собирать команду, команду и побольше народу собрать. Что могу сказать? Игрок в приличном уровне. Думаю, что сладкое с ними, с командой Макарене никому не будет, если будет со Старом. И еще очень восторженную, я вообще всегда, отбасы, я слышу о команде Виктория. Виктория, которая, если бы собиралась, да, обыгрывала бы всех. Согласен? Да. Абсолютно. Прямо настолько? Да, настолько. Высшел уровнем, наглого? Ну, не сказать, что высший уровень наглого, но в команде, как и всем, я уже говорил, не хватает обоим игроков. И исполнительное мастерство у многих ребят очень серьезное, потому что, насколько я помню, они выпускники Крылатского. И основной костяк ребят именно играет уже очень-очень-очень много лет. Ну, вот как я, не помню, сколько, там, лет 5 или 6 назад зашли. Уровень у них очень серьезный. В исполнительском плане, в игре, в пас, в контроль, стараются, даже в меньшинстве стараются не абы куда шарашить мяч, а постоянно контролировать его. Так что, согласен, что уровень ребят очень приличный. Здесь вопрос, вот насколько их хватит, да? Так, как-то тяжело собираться, не собираться, непонятно, что ждать от следующей игры. Да, я так думаю, что да, и в первой лиге из-за этого они, наверное, скорее всего, и вылетели, потому что команда спокойно могла бы, я думаю, играть в первой лиге. Может быть, там не хватать, ну, не заходить в пятерку, там, да, в восьмерку, но в десятки бы, наверное, точно не держались бы, если бы у них был бы полный. Я так думаю, что из-за того, что не было сбора, они и оттуда вылетели во вторую лигу. Ну, Карласская, конечно, очень серьезная школа. Тот же Вячеслав под Березкин, наша звезда, да, которую мы наблюдаем сейчас в Рубине игра. А его ли, школа Карласского, кстати, вот мы когда играли трудовыми резервами против Карласского, я почему его запомнил? Это был единственный темнокожий матч 82-го года, да, мы еще удивлялись, как так. Тогда это просто было в диковинку в начале 90-х, вот, а его ли тоже в пример лиги, да. И, собственно, конечно, надо вспомнить команду Карласская, да, которая играла у нас в ЛФЛ, выходила из первой лиги даже в высшую лигу. Сейчас все там до сих пор, они кто в усадьбе Банны играет, да, там, кто в других топовых командах. Школа, конечно, очень сильная, побольше бы выпускников было Карласского в команде Виктории. Да, да, возможно, бы ребята должны даже были как-то это, ну, раз они заканчивали, может быть, кого-то приглашать оттуда. Наверное, даже, друзья остаются. Странно, что Ушаков стопает. Не пользуется этим, как выпускника школы, видимо, он же тоже там играл. Так что, и, по-моему, с Балтикой тоже Карласская соединялся в свое время. Да, да. Не знаю, сейчас там остались ли игроки. Почти нет, почти нет. Но тоже они, когда усилились, довольно приличного Балтика хоть подержалась еще. Но часто, кстати, когда устраиваются турниры, да, вот Кубок Термака, например, да, другие турниры, Балтика подтягивает по знаменам всех вот этих крылатских выпускников, там тоже Макаров, да, потом Шейн, да, Иников тоже был в школе Карласского. Вот эти все ребята, они часто за Балтику играют. Поэтому, конечно, да, очень серьезная школа. И Степа Ушаков надо поднимать, открывать телефонную книжку и обзванивать, подтягивать. Да, хотелось бы, конечно, Виктория, чтобы не была на затворках таблицы. Она заслуживает больше. Безусловно. Полностью же согласится, что команда спокойно будет играть в первой веке. Что ж, пожалуй, мы обсудили все перипетии, да, возможно, 2-го дивизиона. Еще раз поздравляем Мистерию с заслуженным. И мы будем говорить чемпионством. Не нужно нам никаких москвичек. Если он вне какой-то конкуренции или еще чего-то, ну, пусть он и остается тогда за рамками, да. Так что Мистерию мы поздравляем с чемпионством. Желаем вам достойно показать, да, вот. И отстоять честь 2А дивизиона в следующем году в первой лиге. Ну, конечно, поздравляем все коллективы, которые повысились в классе, да. Особенно и попали на пьедестал, да, тот же подиум. Гениальный сезон абсолютно точно. Вот. Литуальный отмечаем, Вассайд, Медик. Флагман? Медик, который... Не забываем тоже, да? Ну, Флагман должен был ты отметить все-таки. Это было бы... Как который прошел сразу же вторую лего? С первого захода, по-моему, насколько я знаю. Да, они же только из третьей поднялись и с первого захода прошли. Это достойный результат. Ну, просто грамотные люди стоят в руля флагмана. Дмитрий Башкин, Дмитрий Ершов. Как-то вот так сделали, что все звезды расположились надлежащим образом и флагман... Ну, а в конце-то чемпионата действительно только звезды могли флагману оказаться на четвертой позиции. Потому что только единственный расклад существовал, именно чтобы Фиолон сыграл в ничью... С Вассайдом. С Вассайдом, да. Чтобы в последнем туре... Медик каким-то чудом не обыграл ветеранов, да? Да, медик не обыграл ветеранов. И еще сам факт, что у Вассайда оставалась игра. И чисто теоретически они могли бы ее как-то либо проиграть, либо еще что-то. А нужно было обязательно, ну, равенство, чтобы было, чтобы они ее выиграли. И у них была игра с Фениксом, который снялся соревнований. Деваться было некуда, абсолютно. Ну, вот такие бывают, действительно. Ну, как говорили древние, аудентес фортуна юват. Удача сопутствует сильно. Возможно, да. Будем на это надеяться. Что ж, благодарим Владимиру Алексееву. Спасибо большое. Еще раз поздравляем тебя лично. Спасибо большое. Все-таки позиция центрального защитника, она чуть ли не самая важная. Да, наверное, все-таки центральный полузащитник и защитник, это вот та ось, тот стержень, тот хребет или скелет, на котором держатся вся остальная команда. Все, да, мы обсудили. Поэтому благодарим вас, что были с нами, благодарим наших гостей. В студии были Дмитрий Ершов, Максим Киселев. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.